Гиподинамия. То, о чем я говорила. Если у вас сидячая работа, и вам надо постоянно сидеть за компьютером, еще как, но опять-таки, если вы работаете с компьютером, сейчас в России есть много разных компаний, которые выпускают всякие такие наклеечки и прочие штуки, которые якобы там убирают радиацию с экрана. Меня мама постоянно так приводит. У меня просто нет аппарата, которые радиацию излучают. Я не могу это проверить. Ну, вот у меня наклеено на всякие случаи. Мама обо мне заботится. Если у вас сидячая работа, день обязательно начинается с 5-минутной зарядки. Если вы не можете двигаться на работе, двигайтесь по максимуму вне работы. В течение работы каждый час делаем 5-минутную разминку. Отработали час, поставьте будильник. Через час просто вот размялись, да, хоть как, хоть под столом, там, ногами, руками встаньте, там, пару раз нагните. Если у вас строгий начальник, при работе в таком месте, где вас просто не поймут, отойдите в туалет. Сделайте там легкую разминку и возвращайтесь. Все просто. Почему-то вот курящие, они могут на перекуры ходить, а вот не курящие как-то вот, ну, опять-таки же, я не знаю, как раньше было. Когда вот я работала, да, вот уже более 8 лет назад, когда я работала в России, вот, мне было как-то обидно. Вот курящие, у них были перекуры, а не курящие, они не могли, видите, вот как-то вот дискриминация какая-то. Вот. После разминки, после работы обязательно делать разминку и самомассаж. Самомассаж вот тех органов, которые затекают. Если у вас стоящая стабильная работа, где она постоянно стоит, да, это надо о ногах заботиться. Если у вас сидящая, это забота о шее. Вот если работа с компьютерами, это вот кисти рук. Я отдельно думаю записать видео, как раз-таки разминка кистей рук, такая, которую можно даже на рабочем месте выполнять, когда вы устали. Потому что тоннельный синдром, он встречается как раз у людей, которые часто работают за компьютером, и потом приводят к очень хорошим посредствиям с руками. Вот. Старайтесь больше ходить пешком. Вместо того, чтобы там проехать на маршрутке, если у вас, конечно, есть время, лучше прогуляйтесь. Вот. На выходных обязательно. Час физических нагрузок. Причем не важно каких. Просто включите музыку и танцуйте. Там, когда делаете уборку, можете тоже двигаться, какие-то упражнения. То есть совмещайте вот движение, увеличьте движение в вашей жизни. Да, можете посуду, можно совместить с каким-то движением, да, это все можно сделать. Просто вы, может, об этом не задумывались, не осознавали, да, потому что вот этот ритм, мы бежим, 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 бежим. Остановитесь, задумайтесь и включите физические упражнения больше двигательной активности в свою жизнь. Продолжение следует...